Добрый день дорогие друзья! Мы сегодня снова говорим об анализах крови и это уже третье наше с вами заседание на эту тему. И сегодня тема наша это состояние щитовидной железы и как мы можем контролировать функцию этого очень важного органа. И мы сегодня входим в епархию эндокринологии, в епархию, где все не так просто, где каждый анализ, каждый показатель выстраивается в определенной субординации. И я хочу об этом обязательно сказать, потому что может быть мы потом еще много будем обсуждать функцию других эндокринных органов. Так вот все завязано в эндокринной системе человека так, что любой эндокринный орган сам по себе не функционирует. И контролирует его обязательно центральная нервная система и образование, которое находится в головном мозгу. И вот эту епархию я здесь выстроила, гипоталямус, гипофиз, это относится ко всем эндокринным органам. В данном случае мы будем говорить о щитовидной железе. То есть главный орган это гипоталямус, центр в головном мозге, который в зависимости от того, как работает тот или иной эндокринный орган, имеется определенная связь со следующим образованием в головном мозге. Это гипофиз, который в зависимости от того, эта обратная связь всегда есть с эндокринным органом, с тем или иным эндокринным органом, В зависимости от того, как функционирует эндокринный орган, в данном случае мы будем говорить о щитовидной железе, будет давать команду вырабатывать этому эндокринному органу то или иное количество гормонов или наоборот приостановиться. То есть степень интенсивности выработки любого гормона контролирует гипофиз. И вот эта связь всегда существует. Гипоталяма, гипофизарная система контролирует все эндокринные органы. А что такое эндокринные органы? Это все обменные процессы. Это не просто функция почки, функция печени, а это все обменные процессы в организме человека. И от этого зависит очень многое что. И почему сегодня мы говорим о щитовидной железе? Потому что это наиболее актуально в нашей зоне, в зоне, в которой мы живем, где существует дефицит йода, и от этого страдает функция щитовидной железы. И в нашей зоне очень часто развит так называемый эндемический зуб, то есть развивается и увеличивается щитовидная железа за счет того, что недостаток йода компенсируется вот этой увеличением функции щитовидной железы. Напомню, что в гормонах щитовидной железы обязательно присутствует молекула йода. Без йода не будут вырабатываться гормоны щитовидной железы. Итак, я уже вам говорила, что связь обратная. Если щитовидная железа функционирует нормально, ей всего достаточно, то значит гипофиз молчит. Но мы все-таки проверяем, а какое же количество териотропного гормона, который вырабатывает гипофиз, и того, как функционирует щитовидная железа, гипофиз может увеличивать выработку гормонов щитовидной железы. Или же просто наблюдать, грубо говоря, наблюдать, все ли в порядке, в достаточном ли количестве вырабатывается гормон щитовидной железы, который необходим для совершения правильного обмена веществ в организме человека. И так вот этот гормон, который вырабатывается в гипофизе, называется териотропный гормон. И его значение в норме составляет 0,4 до 4 международных единиц на миллилитр. Вот это значение, они у некоторых лабораторий колеблются, но ненамного. Итак, если мы увидим значение, связь обратно пропорциональная, если ТТГ у нас будет выше 4, это будет говорить о том, что щитовидная железа работает плохо, и гипофиз вынужден вырабатывать большее количество этого гормона, чтобы заставить щитовидную железу вырабатывать больше и больше того гормона. Ориентируемся мы на свободный Т4. Уровня этого гормона зависит интенсивность обменных процессов в организме человека, в том числе белкового обмена, углеводного, всех-всех-всех. И если же мы получаем низкие цифры, если же мы наоборот в норме, и смотрите, опять же, кроме того, что мы смотрим на ТТГ, мы смотрим, а как же реагирует на выработку, на стимуляцию ТТГ сама щитовидная железа, и поэтому смотрим, сколько вырабатывает щитовидная железа этого гормона свободного Т4. В норме цифры, вы видите, я написала 10,3 до 24,5 миллимоль на литр. Все, что меньше, это говорит о том, что функции щитовидной железы недостаточно, и диагноз будет звучать гипотиреоз. Все, что выше, это высокая функция щитовидной железы, и диагноз у пациента предположительно будет гипотиреоз. Отдельно хочу сказать о таком показателе, как антитела к тиреоидной пероксидазе, то есть антитела, которые могут, это уже определенные аутоиммунные процессы, и эти антитела иногда вырабатываются в достаточном количестве, и тормозят выработку гормона щитовидной железы, при этом наступает очень сложная взаимосвязь между вот этими гипофизом самой функции щитовидной железы и вот этими аутоиммунными процессами, которые происходят в щитовидной железе. Это особенно важно для жителей нашего региона, потому что сама по себе вот этот недостаток этого йода заставляет щитовидную железу увеличиваться в объеме, и очень часто у наших жителей, жителей нашего региона появляются, присоединяются вот эти вот процессы аутоиммунные, когда щитовидная железа борется сама с собой, грубо говоря, да, и таким образом развивается гипотириоз. Цифры антител в норме до 35, у наших жителей очень часто бывают цифры очень большие. И как интерпретировать, что делать, когда мы видим различные показатели здесь, здесь и здесь, конечно, это решает эндокринолог, и обязательно мы учитываем не только функцию щитовидной железы, но и то, что мы видим на ультразвуке, и когда вот эти два компонента видит врач-эндокринолог, он предпринимает то или иное решение по применению различных лекарственных препаратов. Еще хочу вам напомнить об одном, и чтобы была настороженность. Вот наш эндемический район предполагает вот эти изменения в щитовидной железе и увеличение щитовидной железы. Они иногда происходят диффузно, и происходит диффузное увеличение щитовидной железы. А чаще всего возникают в щитовидной железе так называемые узлы, развивается так называемый узловой зоб. Так вот этот узловой зоб чем опасен? Часто очень эти узлы малигнизируются, то есть могут становиться злокачественными, и вот поэтому следить за этими узлами нужно обязательно. И своевременное назначение правильной терапии предотвратит переход обычного вот этого нового образования доброкачественного и злокачественного. Поэтому большая просьба и предложение к вам. Следите за функцией своей щитовидной железы, но не пытайтесь сами интерпретировать анализы, которые вы увидите. Доверяйте врачу, обращайтесь своевременно к эндокринологу, и я думаю, что именно квалифицированный врач вам правильно интерпретирует те анализы, которые он увидит, и назначит при необходимости своевременное и правильное лечение. Будьте здоровы, до следующей встречи! Продолжение следует...